Здравствуйте! В прошлой передаче мы говорили об аэрации газона. Но не менее важная процедура, если газон у вас в возрасте от 3 до 5 лет, производить скарификацию. Для этого есть специальные машины, скарификаторы или вертикутеры, как их называют. Они имеют металлические зубья, которые врезаются в дёрн травы, делают надрезы и в то же время убирают мох. Вот эту процедуру необходимо делать в начале сезона и уже в самом начале осени, чтобы газон у нас восстановился и ушёл уже под зиму здоровеньким. Процедура скарификации наиболее трудоёмкая, поэтому используются специальные машины, вертикутеры или скарификаторы, как их называют. Вот у нас две модели в электрическом исполнении. Это вот фирмы МТД, имеются специальные ножи, которые растекают газон и в то же время убирают мох. Мощность данного вертикутера 1000 ватт, ширина захвата, вот эта цифра означает 30 сантиметров. То есть это самый маленький скарификатор, который можно купить для небольшого газончика. Сначала выжимаем красную клапку, включаем зажигалочку. Ну сейчас мы работаем без травосборника. В принципе, можно посмотреть, как работает он. Делать это, конечно, без травосборника не следует. После работы скарификатора газон выглядит несколько не так. Но через буквально неделю, за счет того, что мы убрали лишний мох, сделали надрезы, трава начинает быстро восстанавливаться. И это желательно сделать перед подкормкой и поливом, конечно. Второй скарификатор – это от фирмы Гардена. Чем он отличается от предыдущей модели? Он, во-первых, более компактный. Второе – у него имеется три уровня регулировки, когда здесь ножи выставлены уже на определенную высоту. И также имеется травосборник, чтобы собранный мох потом не собирать граблями. Но это, естественно, модель несколько дороже, чем предыдущая. Вращение больше. Работаем на первом где-то режиме. Вот с травосборником, видите, сразу чисто получается. Старая трава, мох попадает уже в травосборник. Вот мы поработали. Прошли буквально где-то 5 метров. Вот смотрите, сколько мы мха, пыли всякой выбрали с газона. Если у вас газон очень большой и неудобно работать электрической машинкой, есть бензиновая машина. Ширина захвата у нее 45 сантиметров. Также имеются саблеобразные ножи. Имеется уровень регулировки заглубления ножей в почву. Машина порядка 5 лошадиных сил, достаточно мощная. Вот здесь мы уже можем выставить режим скарифицирования. Даем газу. И поехали. Желательно начинать работать с небольшой глубины. Посмотрите, как будет чувствовать себя газон. Если поставить очень большую глубину, в зависимости от того, влажной почвы нет, вы можете просто вырвать все. Лучше повторно пройти, сделать скарификацию более глубокую, но сделать это повторно, а не сразу испортим газон. Работая только ручным инструментом, очень сложно привести газон в идеальное состояние. Поэтому приобретайте специальную технику и работайте с энтузиазмом.